Рапануйский язык, язык острова Пасхи, тоже океанийский язык, полинезийский, обязательно нужно о нём поговорить. Остров Пасхи сейчас в Чили входит, поэтому носители есть и на Пасхе, и в Чили непосредственно, то есть уехали в метрополию. Близко родственен таитянскому и гавайскому, ну по крайней мере по тем примерам, которые приводятся, я использую статью из русской википедии в данном случае, потому что она более-менее такая подробная, по тем примерам, которые приводятся, от гавайского отличие скорее диалектное, то есть основные все слова по типу там местоимения, глаголы, все такие же примерно, там с небольшими отличиями в произношении, хотя грамматика тут сообщает некоторые особенности, серьёзные тоже есть. Ну и кстати, в статье на википедии русской тоже указывается, что рапануйский язык позволяет легко общаться с гавайцами, таитянцами и в Маори, то есть в принципе эти языки, хотя разбросаны по всему Тихому океану, но допустим Новая Зеландия и Гавайские острова, это языки взаимно понятные, что интересно, то есть они у них мало изменились, несмотря на то, что по территории огромные, и то, что их разделяет океан. То есть видимо контакты у них постоянные были более-менее. Значит, вот они рапануйцы, это этнос, который разговаривает. В этносе 3500 человек, но число говорящих сообщают больше, чем этнос, и при этом говорят, что этнос переходит на испанский, короче, черт знает что. Ну, в общем, вот сообщают, что 3390 говорящих в Чили проживают, и 2200 осталось на острове Пасхи. Около 200 живут уже там в Таите, США и так далее. То есть всего тут где-то 6000 говорящих называют в Википедии, да, и при этом говорят, что в этнической группе 3500. Но спешу на то, что русская Википедия постоянно всякий бред несет. Ну, короче, получается где-то от 3500 до 6000 такие оценки говорящих. Ну и у них двуязычие, испанские, естественно, то есть национальный язык Чили. Поэтому они говорят также на испанском. Но на острове Пасхи у них есть официальный статус у их языка рапануйского. Интересное про рапануйский язык то, что у него есть нерасшифрованная письменность Ронга-ронга. Она была обнаружена в 1864 году, когда она у них появилась неизвестной. Более того, они ее сейчас не могут, они ее не понимают. То есть ее даже не могут дешифровать. Предполагается, что вот когда в 1862 году все население острова Пасхи угнали в рабство, была такая история, вот тогда всех, кто эту письменность мог понимать, значит, уничтожили. И даже, значит, сами рапануйцы рассказывают, что у них еще были другие виды письменности. То есть у них было Ронга-ронга, Тау и Мама, три письменности. Ну вот Рапануа, это единственный остров Пасхи, это единственный остров, на котором вообще была письменность у паронезистов. Это Ронга-ронга, это единственная письменность не латинская, которая была на этих островах, в данном случае вот на Пасхе. Ну вот утверждают те, кто ее впервые фиксировал, то есть Ронга-ронга это вообще-то чтение на распев, что это в принципе молитвы, легенды всякие и песни, что вот таким способом на дощечках они записывали всевозможные песни и легенды, и потом о них пели, вот с этих дощечек. Поэтому называется Ронга-ронга. Собственно, Ронга-ронга это вот такое пение, да, чтение ее с пением. Некоторые тоже считают, что это вообще не письменность, что это у них типа такие узоры, а все вот эти рассказы про письменность они наврали миссионерам, потому что всякие аборигенные племена врали белым очень много про свои легенды и прочую свою историю. Ну, в общем, мейнстрим-то, конечно, что это письменность, то есть большинство считает исследователей, что письменность, но дешифровать не могут. Две основные гипотезы. Первая, что это иероглифическое письменность, то что много знаков, и выделяют 790 знаков. Ну, как показывает практика, любая иероглифическое письменность, слоговые знаки тоже содержат, так или иначе. Ну, и вторая гипотеза, что это все-таки слоговое, то есть 52 знака, а остальные это графические варианты. У них язык полинезийский, то есть там небольшой набор слогов, которые и длинные слова. То есть небольшой набор простых слогов, открытых, как правило. Поэтому слоговое письменность легко на таком языке сделать, конечно. Ну, как японский. Японский по фонетике походит в плане устройства слога. Японский использует слоговое письменность именно потому, что слогов в японском мало. И так им проще. Ну, вот сейчас, естественно, есть латиницы, правда, говорят, население не владеет. Вот что сообщают о грамматике. Аналитический язык, так же, как и гавайский и маори. То есть отдельные грамматические значения выражаются отдельными словами. Ну, вот такая вот именная группа, так устроенная или предикативная. То есть сначала пишется некое прилагательное, потом к чему оно относится. Толку таина, мой брат. То есть толку это мой, а таина это брат. Хе профессор. Предикат. То есть то, что выражает признак предложения. Обычно у нас это переводится глаголом или прилагательным, но не всегда. Вот он имеет два показателя. Хе и ко. Ну, в общем, все тоже близко к гавайскому. То есть для того, чтобы показать, что дальше у нас будет группа, которая обозначает признак того, что было в начале, то ставят хе или ко. Вот тут примеры есть, да. А группа, она может выглядеть с нашей точки зрения и глаголом, и прилагательным, и существительным, и так далее. Предикат, короче. Порядок слов с глагола в начале. Вот опять же примеры. И это типичный, опять же, для полинезийских. То есть глагол, потом субъект, и в конце кто все это делает. Объект в конце предложения всегда ставится. То есть всевозможные местоимения, все тоже в конце. В начале обычно глагол вносятся, но перед глаголом ставится какой-то показатель. Если даже нет показателя, то могут просто показатель предиката поставить, что это предикат. Фонетика с небольшим количеством гласных. Ну, в общем, в данном случае фонетика, конечно, таитянская. Но тут есть еще носовой «н». Специфика именно этого рапануйского. Смычка есть, ха есть. Не различаются фонемы, звонки и глухие. И три у нас носовые «ма», «на» и «на». То, что там вот «рэ», это непонятно, то ли «рэ», то ли «лэ». То есть такое «рэ» ослабленное. Ну, «рэ» значит тут нет. Иногда «ла» есть, а «ра» нет в этих самых полинезийских. То есть «ра» и «ла» у них как одно и то же. В одних этих самых языках полинезийских только «ра» может быть, и других только «ла» может быть. А тут нечто среднее между «рэ» и «ла» устроено. Ну, и классические пять гласных, которые могут быть также долгими. Ударение на предпоследний слог. Ну, и также начальные гласные могут тоже быть долгими. В качестве морфологических средств распространено удвоение, то есть редупликация, как часто бывает в австронезийских вообще. Ну, в частности, удвоение образуется прилагательное от существительных. Допустим, «расцвет» будет «теа», а «белый» будет «теа», «теа». То есть «белый» это вот как рассветный, как рассвет. Вот «теа» рассвет, а «теа», «теа» белый. Ну, и таких этих дубликатов и в гавайском тоже водохренище. Для обозначения всяких европейских штук, которых у них не было на Острой Пасхе, они придумают, как правило, сложные слова. Допустим, «вилка» они называют «копьё-еда», «обувь» они называют «кожа-нога», ну, на своём языке, естественно, ну и так далее. Ну, вот о синтаксе себе очень мало, но вот что есть. Значит, притяжательные частицы тут нам указали «а» и «о». Ну, полагаю, что аналогично другим полинзийским, там масса ещё показателей, наверное, которые модифицируют вид глагола и время глагола. То есть всё, что там с глаголом происходит, всё выражается, очевидно, отдельным показателем, как это и в таитянском происходит, и в маоре, и в гавайском. Вот восклицательные показатели, они тут привели два «ко» и «к», и «которые имеют тематические различия». Вопросы, на которые отвечают «да» или «нет», и интонацией различаются. А те, на которые ожидают согласия, то там нужен показатель «хоки». Ну и вот есть у них заимствования, но сильно искажённые, потому что фонетика у них специфическая. Допустим, в Великобритании у них будет пеританы. Ну вот эта фонетика с открытыми слогами приводит до того, что даже если заимствования есть, там, из испанского или из английского, то они до неузнаваемости искажены, и в гавайском всё та же история. Ну вот кратко, что можно про рапануйский сказать.